привет друзья с вами я любомир борода вот сегодня хочу показать вам как сделать такой вот ланьярд как-то проскакивал на меня видеоролики ссылку даю вам на тот ролик в этом ролике вот собственно для чего этот ланьярд я не думал чтобы мне придется писать еще вот такую инструкцию но некоторые люди идут спрашивают и спрашивают спрашивают и спрашивают покажи как его делать я не думал что это делается нас как как-то трудно да и плюс каждый из вас может как бы включить фантазию и сделать что-то подобное либо немножечко какое-то там другое смысл же этого ланьярда он функциональности собственно и для чего он вам мой вот этот вот нужен для того чтобы я мог его одевать на руку вот в то время когда фотографирую со своего мобильного телефона вот у меня тут специальный карабин и соответственно я специальный планер делал таким образом также я спокойно могу эту петлю накидывать там на ремень или там на штаны на петелечку и спокойно класть и свой телефон в карман также можно кроме телефона цеплять что-либо еще вот но собственно раз вам интересно как это делается ну давайте рассмотрим сделаем что-то типа такого же вот собственно с чего начинаем мы берем опять же отрез паракорда да в данном случае я сейчас взял но где-то метр двадцать что ли вот он длиной я просто был такой вот огрызочек вот я думаю на нем мы и попробуем вот далее нам нужен будет микрокорд я возьму такой вот серый потому что очень мало с ним что-то заказывают так катушка лежит как бы как раз мы используем вот ну соответственно нужно зажигалка нам нужны ножницы собственные руки а еще бусинку вот такую стальную я возьму потому что я покажу зачем это надо вот для чего она здесь стоит вот и в данном случае я еще возьму карабинчик но для того чтобы он у нас был самодостаточный потому что в моем просто петелька но зато карабин есть на телефоне а тут мы сделаем так чтобы карабин был сразу и мы могли что-то цеплять и так меньше слов больше делом что мы делаем находим нашего отреза серединку я взял отрез что-то там метр двадцать что-ли вот входим середину прогоняем до конца и здесь где-то вот так вот выходим сантиметров на 10-15 вперед вот потом возвращаемся сюда и делаем вот такую вот петлю собственно делается она легко можете ставить стоп-кадр если кому непонятно вот такая вот штука должна получиться вот и затягиваем повторяем точно такой же акробатический номер так сказать вот она вот на вас петелечка и тоже ее подгоняем вот сюда вот далее берем обе наших стропы и заводим их в петлю собственно что мы сделали мы сделали наш так сказать хомут на кисть наш хомут на кисть это я повторил потому что думал что далеко отошел от микрофона вот собственно если вы два раза услышите наш хомут на кисть наш хомут на кисть то ну поймете что я говорил собственно здесь мы можем петлю немножечко подтянуть да вот эти узлы они очень легко растягиваются и подтягиваются под нужное место видите вот так вот я думаю будет интересней собственно чудесней да вот теперь мы идем на вторую сторону здесь смотрите выбираем чтобы она была одинаково примерно чтобы у нас была одинаковая на так сказать петля чтобы понять размер наших отрезов вот потому что когда мы доходим сюда у нас получается то что мы оставляли да то есть это мы берем середины что мы делаем мы накидываем сюда бусину нам попозже пригодится прогоняем ее пока в конец и здесь вот примерно так наверное делаем середину и накидываем туда наш карабин далее мы творим точно такую же петлю как делали в прошлый раз петля это может быть в одну сторону крутиться может крутиться в другую как вот сейчас сейчас я просто делаю в другую сторону для того чтобы не прогонять через маленькую петельку всю эту мою конструкцию вот вот таким образом с 3-го сделали видите петелька как красиво получилось ай красота вот и делаем еще раз то же самое оп здесь закинули тут хоп прошли вот кому вот это вот не сразу понятно это все можно остановить на стоп-кадр и в первом варианте посмотреть в принципе все это делать не трудно вот и сейчас мы видим вот такую вот штучку вот собственно вот так это выглядит да вот здесь я грубо говоря на там 7 сантиметров примерно ошибся но вот я не ювелир если мы так сейчас натянем посмотрим чтобы она у нас была точная тютельку в тютельку по размеру у нас получается что вот так вот чуть-чуть я не дотянул но такое часто бывает не суть что мы делаем дальше мы примерно вот на этом месте паракордик наш отрезаем и здесь смотрим опять же чтобы все было ровно тогда по длине нигде ничего не торчит не выпирает ага значит вот здесь вот мы его грубо говоря тоже берем и отрезаем далее берем два этих отрезанных кончика и что мы делаем мы их обжигаем плавно не допуская чтобы это все загорелось к чертям собачьим вот обожгли и поставили один к одному аккуратненько да а потом вот так вот взяли и я вот когда этот момент делаю все время пою я его слепила собственно из того что было вот и у нас получилось вот такая вот такой вот у нас как сказать шов да мы спаяли два конца вот и собственно для того чтобы спрятать это вот не красоту нам нужна бусина мы берем и накидываем эту бусину на наше спаянное местечко и получается у нас вот такая вот красота вот но для того чтобы это не красота из под бусины не вылезла в этом месте я начинаю насаживать микрокордовое плетение и получается что микрокорд который у нас проплетен вот таким образом помимо того что он придает такой некий интересный внешний вид нашему ланьярду он еще способствует тому чтобы наша бусина не слетала вот и помимо того что когда у нас бусина не слетает помимо этого еще про плетая здесь микрокордом мы укрепляем стропы между собой они прижимаются друг другу и соответственно как бы шансов порваться но на нашем соединении практически не остается потому что здесь идет усиление двумя узлами вот которые не не дают прямого воздействия на спаянную стропу а здесь мы эти стропы еще между собой проплетаем микрокордом и соответственно у нас в итоге получается практически цельный шнур вот проплести вы его можете на длину какую вам угодно главное узнаете свою длину когда вы одеваете на кисть вот у меня она примерно вот такая соответственно дальше нее если я на плиту микрокорда то я просто и не одену на руку вот вот примерно так соответственно вот этот вот момент я могу оплетать микрокордом далее тут уже каждый из вас делает что хочет по идее можно пару бусин нагнать да и здесь например поставить еще одну перед ней завязать какой-нибудь узел красивый бриллиантовый да как вязать бриллиантовый узел я вам дам тоже ссылку вот если здесь будет стоять бриллиантовый узел то соответственно наша конструкция будет еще интереснее смотрите узел тут например бусинка вот а здесь у нас микрокорд вот надеюсь все понятно ну а кому хочется посмотреть как это будет вязаться микрокордом давайте я сейчас это дело тоже немножечко хотя бы от сниму и так свой ланьярд так называемый я закрепил на станок потому что оплетать микрокордом все таки удобнее всего на станке берем отрез микрокорда какой вам там будет удобен но не знаю вот на тот кусок что надо плести мне я взял так метра полтора вот находим середину делаем узел обычной кобры вот затягиваем его и поджимаем к бусинке делаем второй узел обычной кобры как это делается опять же можете не знаю сейчас покажу посмотреть вот видите на стоп-кадре опять же как делать кобру я тоже могу дать ссылку на видео там правда паракорд но смысл тот же ссылку дам в конце видео если кто-то не умеет плести кобру вот и собственно берем кобры и это дело оплетаем сильно не перетягивайте делайте чтобы это вот паракорд надо чувствовать микрокорд собственно тоже вы сами чувствуете до какой степени надо подтянуть стежок ну сам узел грубо говоря вот на каком расстоянии это делать не надо вот все там сильно сильно куда-то стягивать давить это вот вот он сам ложится он сам видит что ему надо делать и собственно таким образом мы это дело плетем мне приходится студент стоя стоять стоя стоять стоять перед камерой потому что я вот не знаю как грамотно приспособиться чтобы и вам было хорошо видно и мне удобно вот плести поэтому я пока что делаю это таким образом думаю что вам все предельно ясно и понятно вот не знаю будет ли это видео кому-то полезным но я думаю что кому-то полезным будет вообще ланьярды вот такого плана штука очень такая удобная если к ним приловчиться ну и соответственно если у вас есть прибамбасы которые вы гоняете с собой все время на карманах там каким-то там образом не хотите это дело потерять либо пользуетесь очень часто каким-то инструментом который может какой-то момент у вас просто вырваться из рук в неподходящее время и в неподходящем месте вот примеров но я думаю множество это наверное связанный с передвижениями по воде и с велосипедными всякими приколами вот ты по идее зацепить то за эту штуку можно что угодно не только кошельки ключи фонарики там ножи телефоны мне кажется что где-то и какую-то камеру можно подцепить да и еще какую-то приблуду которая вроде бы должна быть в руках данных ланьярд он для чего но он у нас всегда служит для страховки нашего инструмента вот это же может быть как раз и наверное кистевым ремнем фотографа да я правда делал более сильные ремни для фотоаппаратов думаю что и этот справится неплохо с такой задачей такие вот дела вот смотр собственно я уже скоро и до плиту наверное свой кусочек вот то что я вам говорил что здесь надо неплохо было бы сделать вот на месте окончания так сказать наши петли не окончания такой стопарик для петли по размеру нашей кисти да вот если там поставить бриллиантовый узел я думаю что это будет даже круче чем то что я делаю сейчас вот единственный минус бриллиантовым узле там вам нельзя будет ошибиться с микрокордом потому что вам его надо будет догнать именно для до узла чтобы у вас было все это круто и гармонично вот в моем же случае вот сейчас микрокорд закончится и как бы то что его там не хватило догнать там до какого-то определенного момента мне как бы это это не страшно особо погода не делает и так все выглядит прикольно бы и ту задачу которая перед собой ставил я собственно говоря выполнил вот ну а так можете до накидывать бусинки сюда какие-то какие-то свои приколы собственно вот она доплетено дальше все просто вы там снимаете это дело со станка вот обрезаете концы заплавляете все очень просто очень просто вот такие вот дела вот такая вот штука у нас получилось соответственно ну я в принципе даже и с микрокордом не сказать чтобы сильно ошибся вот накидываем его на кисть затягиваем как нам надо да там растягиваем затягиваем петля у нас работает держится вот у нас собственно говоря сам карабинчик вот ну что сюда прицепить прямо сейчас я даже не знаю ну вот давайте прицепим например ножницы вот цепили ножницы мы ими можем работать а если вдруг они у нас падают то соответственно они у нас падают не дальше чем на расстоянии нашего ланьярда вот такие вот дела друзья такой вот ланьярд вот ну в общем вот такие вот вот спасибо за внимание с вами был любомир борода надеюсь что видео было полезным ставьте свои лайки пишите комментарии задавайте вопросы будем на них отвечать и разбирать какие-то наверное следующие штукенции до новых встреч